Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью» и веду я сегодня Якульна Рассиддикова. И мой собеседник сегодня – начальник отдела архитектуры и строительства Ирина Тезидинова. Здравствуйте! Здравствуйте, Гульнар! Этот год объявлен годом эстетики. Расскажите, что планируется в нашем районе. Да, действительно, глава Республики Башкортостан объявил настоящий год годом эстетики. И это для всех для нас, в общем-то, такой толчок, так скажем, немножко по-другому взглянуть на наши территории, на наши заборы, на наши цветники, на то, что нас окружает в частном секторе, во дворах и так далее. Сельские поселения и городское поселение разрабатывают план мероприятий по реализации вот как раз тех задач, которые ставятся по году эстетики. Это ремонт и замена ограждений, это по-другому посмотреть на наше озеленение наших населенных пунктов, наших городов, сел, по-другому посмотреть на социальные аншлаги, на тот визуальный мусор, который нас окружает. То есть сделать пространство вокруг нас еще более радостным для глаз, в общем-то, уютным, комфортным, поменять заборы, покрасить, значит, фасады наших домов. В том числе призывы эти направлены не только руководителям организаций, предприятий, госучреждений. Это еще и призывы к индивидуальным застройщикам, жителям индивидуальных домов, чтобы они тоже, в общем-то, на свои жилища посмотрели с точки зрения эстетичности вида. Может быть, нужно где-то подремонтировать, еще раз повторяюсь, да, может быть, нужно подкрасить, заменить. Может быть, лишним не будет сказать, что, в общем-то, вот эти все мероприятия, они последних лет, они все, в общем-то, все взаимоувязаны. Это и программа по благоустройству дворовых территорий, башкирские дворики. До этого программа реализовывалась партия «Единая Россия» по благоустройству дворов. Это и программы, которые направлены на капитальный ремонт наших подъездов. Это и программа «Городская среда», которая на протяжении последних лет активно реализуется на территории и региона, и города. Это и программа по ремонту дорог, тротуаров, по озеленению акций различной зеленой башкирии. То есть это все системный подход к тому, чтобы наши города, наши населенные пункты стали удобными, еще раз повторяюсь, красивыми, комфортными, радующими глаз, чтобы они были привлекательны для того, чтобы здесь задерживалась молодежь, чтобы приезжающие гости, в общем-то, задерживались здесь. И вообще благоустройство является таким фактором улучшения не только демографического климата, но еще и инвестиционного. То есть есть такая четкая закономерность, то есть те города, которые благоустраиваются, которые выглядят и являются респектабельными, они еще привлекательны для бизнеса, для того, чтобы здесь появлялись инвесторы, может быть, местные, может быть, извне. То есть это еще один залог того, что благополучие общее, оно как бы способствует и росту, в общем-то, активности бизнеса. Соответственно, в общем-то, мы в этом направлении, город Янаул, несмотря на то, что мы являемся одним из малых городов Республики Башкортостан, активно развиваемся, идем, в общем-то, в ногу со всей республикой, со всей страной. И проекты, которые в последние годы жители уже наблюдают, как реализованные проекты, это и строительство фонтана, это и ремонт парка культуры и отдыха дорожек, это и новый сквер, который появился вдоль прибрежной территории по улице Некрасова. Работы там будут продолжаться еще и в текущем году по Некрасову, надо сказать. Следующим этапом, о котором мы очень много говорим в последнее время, это проект по благоустройству территорий, которые у нас идут от вокзальной площади к центру города, к елочной площади. Почему именно эти территории? Когда был проведен совместно с привлеченными экспертами, это с приглашением проектных институтов города Казани, которые уже реализовывали такие проекты на территории Республики Татарстан по развитию городов. Когда мы совместно провели анализ этих территорий, то было выявлено, что эти территории имеют наибольший трафик. То есть общественные территории – это же не только парки и скверы, то есть это не только те места, где люди приходят отдыхать, а еще и те территории, где люди совершают ежедневные маршруты, так скажем, на работу, с работы, за покупками, по каким-то социальным нуждам. Поэтому эти территории, они как никакие другие, еще имеют еще более важное значение, чем даже места отдыха людей. Соответственно, было выявлено, что единственный пешеходный мост, который соединяет северную и южную часть города, в этом году реконструируется, перестраивается, так скажем, сносится и строится новый мост по планам АО РЖД. Через этот мост ежедневно проходит более 4 тысяч человек местного населения. Плюс к этому наша станция Янаул принимает ежедневно более полутора тысяч человек, которые приезжают или уезжают с нашей станции. Вот такой факт интересный – это то, что в Янаул приезжает и уезжает из города, с нашей станции, в 13 раз больше человек, чем проживает в самом городе. Соответственно, это же еще один из факторов, который может притянуть в город дополнительные деньги для нашего бизнеса, для наших предпринимателей. Если даже каждый приезжающий оставит рубль на нашей торговой площади, это уже по году складывается такая достаточно благополучная картина для роста предпринимательства. Соответственно, вот этот проект, он еще предполагает, получается, представлен в виде такой ковровой дорожки, которая приглашает приезжающих или жителей города от вокзальной площади к площади нашей торговой и уже потом к центру города, к елочной площади. Проект предполагает также благоустроить территорию самой торговой улицы. Это такое историческое место, очень интересное с точки зрения именно развития города. Это место, которое всегда было торговым, даже во времена, когда город только образовывался, довоенное время, там всегда был рынок. И это вскрыли как раз те архивные документы, которые мы совместно с экспертами изучали в ходе вот этой вот, скажем, работы по подготовке этой документации. Были очень много встреч проведено с сообществами, в том числе и с предпринимательским сообществом, где тяжело, но собственники магазинов, которые находятся как раз на торговой нашей улице, по линии на 8-10, они откликнулись и поняли, что сейчас нужно на эту территорию вводить такой некий дизайн-код, то есть делать их в едином стиле. Пусть они будут немножечко отличаться, но чем-то они должны все эти магазинчики наши, торговые или сервисные объекты перекликаться, и тем самым еще больше притягивать к этим территориям жителей города, ну и вот приезжающих, так скажем, да. То есть это всегда было место такое, где люди не только совершали покупки, а еще и общались там старшие поколения, например, да, встречались там, ну как-то общались. Поэтому вот это историческое место, событийное такое, оно как бы тоже вот, так скажем, мы возрождаем. То есть все старое, а все новое – это давно забытое старое, вот из этого принципа. Далее по елочной площади. Елочная площадь – это излюбленное место, где собирается, в общем-то, до 4 тысяч человек, наверное, в новогоднюю ночь. Очень активно, вот в зимние каникулы мы эти площади используем, создавая снежный городок, вот этот ледяной городок для детворы. А в другое время город – это, ну, такая территория, немножечко как бы неэффективно используемая, хотя находится в зоне особого городостроительного контроля, на главной улице, так скажем, на улице Азина, на пересечении основных магистралей улицы Советская и Худай-Бертина. В соответствии с этим вот родился, так скажем, родилась концепция этой территории, где, сохраняя событийность такую зимнюю, ну, как бы зимняя, то есть остается там у нас все-таки как елочная площадь, но при этом она еще встает местом такого майдана для проявления, как бы для развития культуры, искусства, для развития местных талантов. Появляется стационарная сцена, а не так, чтобы мы ее привозили, сцену увозили. Это будет стационарная сцена, перед которой будут размещаться скамейки. То есть даже, например, какие-то местные сообщества, там, я не знаю, конкурсы чечецов можно проводить, конкурсы бардов, то есть вот молодежь может там развивать свои какие-то таланты. Тут же стоит станция юных техников. Они тоже могут использовать, и они уже высказали свое намерение проводить какие-то событийные мероприятия именно на этих территориях, если они будут, ну, как бы удобно обустроены для их мероприятий. Вот все это, это работа, конечно, большой команды. Команды, которая в администрации района и в администрации города объединила различные структуры. Это и культура, это и экономика, это и архитектура, и коммунальные службы к этой работе большой подключились. Для того, чтобы, конечно, реализовать этот большой проект, необходимы и большие деньги, для того, чтобы это было качественно, хорошо, дорого. В связи с этим при поддержке главы республики Башкортостан в регионе создан институт развития городов. Есть советник главы республики именно по развитию городов Сараполова Ольга Владимировна, которая была приглашена в город, именно приглашена в регион заниматься именно этими вопросами. И при их поддержке город участвует во всероссийском конкурсе. Может быть, мы об этом уже много говорили, но, наверное, лишним не будет сказать. Вот сейчас мы просто на финишной прямой сегодня-завтра должны уйти документы уже в Москву, для того, чтобы выиграть федеральный грант. Федеральный грант составляет 80 миллионов рублей. При поддержке, при выигрыше в этом конкурсе мы сможем в течение одного года уже полностью в этом году, в 2020 году завершить преобразование елочной площади и части торговой площади. Но даже если мы не выиграем вдруг, хотя мы уверены в победе, амбициозно заявляемся, что мы выиграем, если даже что-то пойдет не так, то республика в любом случае, хоть и затянется, может быть, на 2-3 года реализации этого проекта, все равно намерены этот проект реализовать. Потому что, еще раз говорю, вливание в наши общественные территории, их развитие, оно должно, в общем-то, в целом дать такой толчок развитию многих отраслей. Итоги конкурса, мы надеемся, к марту месяца уже будут озвучены, федерального конкурса. Затем весной мы должны провести торги по выбору подрядчика, по реализации этого проекта. А до этого, естественно, конечно, защитить проект в органах государственной экспертизы, защитить эти деньги. И ставится задача уже к ноябрю месяцу первые этапы этого проекта уже, в общем-то, открыть и показать городу, его жителям. При этом составлена стратегия развития общественных пространств, она рассчитана до 2024 года. Обещанный пляж, обещанная территорию музея, благоустройство территории музея, они тоже входят в состав этого проекта. Основные финансовые средства, которые будут направлены на реализацию этого проекта, это, конечно, средства Республики Башкортостан при нашем софинансировании. Как раз проведенный на прошлой неделе День студенчества в городе отделом социальной и молодежной политики и спорта, администрации района, был проведен в форме вот такого проектного семинара, когда наши студенты сели, в общем-то, за столы, и на наших картах, которые мы заранее приготовили, разрабатывали свои предложения, активно участвовали, давали предложения, потому что что же должно быть, чего же не хватает как раз городу на территории, например, пруда эткинеевского, как будущего пляжа или места такого отдыха летнего горожан. Либо что нужно сделать на территориях, например, музея для того, чтобы они были привлекательными, чтобы люди шли в музей, чтобы приходили сюда и взрослые, и поколение, и детское. То есть вот такие, может быть, даже на первый взгляд сумасшедшие идеи, они, как правило, первыми выстреливают именно в реализации вот таких вот интересных проектов. Мы все эти предложения, конечно, приняли бы внимание, зафиксировали, эти все карты у нас собраны, и они будут закладом в работу будущих лет, будущего года нашего. Вот такая работа ведется. А вообще, надо сказать, что силами какой-то одной небольшой команды, конечно, все эти крупные проекты не реализовать. Над этим работали и работают, в общем-то, многие сообщества, и молодежь должна подключаться, и старшее поколение, вот, наверное, и те сообщества, это и женсовет наш, и общество инвалидов, и наши СМИ, в общем-то, над этими проектами активно работают. Но я призываю, чтобы люди, чтобы молодежь была еще более активна. У нас есть сейчас группы ВКонтакте, которые называются «Общественное пространство Янаула». Мы призываем всех активно, в общем-то, туда вступать и давать конструктивные, конкретные предложения. Понятно, что в городе, как в любом населенном пункте, есть какие-то такие локальные проблемы. Но вот эта группа, она как раз может быть создана не для того, чтобы жаловались, а для того, чтобы предлагали, что нужно сделать, чтобы наш город стал лучше. Пусть это будут долгосрочные проекты, но вода камень точит, это все слышится, это все делается поэтапно, и, в общем-то, и деньги находятся. Все, о чем я, наверное, говорила, это все-таки продолжение той большой работы, которая в районе ведется. Об этом Ильша Токзамович уже очень много тоже в средствах массовой информации говорил, писал. Ну вот я немножечко повторилась по своей части. А если говорить о целом об итогах, что бы вы отметили? 2019 год, наверное, был отмечен тем, что мы выделяли опять снова, вернее, земельные участки для нуждающихся. У нас в этом году мы закрыли 100% очередь по многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом, как льготной категории граждан по предоставлению земельных участков для жилищного строительства. Всего в целом по району за период реализации вот этой программы такую поддержку получили 635 семей. Для этого были организованы, вот разбиты новые микрорайоны, аэропорт, Южный, Истяг, третья очередь. Новые улицы и участки появились в населенных пунктах, в Карманово, в таких крупных перспективных, где есть как бы развитая инфраструктура. В Шудеке у нас активно как бы и предоставлялось, и застраиваются активно жители. Вот эта вот большая работа на сегодняшний день практически у нас, так скажем, завершена. В очереди остается 287 человек, также претендующих на получение земельных участков бесплатно. Это молодые семьи и семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Работу мы эту будем продолжать. Для того, чтобы обеспечить всех, в том числе тех, кто не нуждается в улучшении жилищных условий по тем категориям, которые причисляются к льготникам, но хотят строить индивидуальные дома, мы планируем разбить новый квартал, который будет называться квартал Сабантуй. Он будет относиться к селу Истяг, но территориально практически граничить будет с микрорайоном Истяг города Янаул. Значит, проект планировки в этом году разработан на средства местного и республиканского бюджетов. Это первое, что делается для того, чтобы потом разрабатывать проектную документацию. Заложен квартал на 210 домов со строительством здесь в перспективе образовательного учреждения. Ну вот такие планы пока именно по жилищному строительству индивидуальному. К сожалению, многоквартирное жилье мы в этом году не сдавали. Это, наверное, связано с тем, что у нас достаточно высокая жилищная обеспеченность уже на сегодняшний день достигнута выше среднереспубликанской. Это больше 27 квадратных метров на человека в среднем по району. Ну и то, что завершилась пока программа переселения из аварийного жилья, еще способствовало тому, что застройщики наши, которые строят индустриальным способом, пока не торопятся вводить свои многоквартирные дома. А так, жилфонд тем, кто хочет купить квартиру, он есть. В городе около 2000 нереализованных квартир еще, которые в первичном жилфонде находятся в новых домах, собственности застройщиков. Поэтому тем, кто хочет купить жилье на территории города, у нас тоже все условия, в общем-то, есть. Вообще, если говорить про программу переселения из аварийного жилья, очень много вопросов поступает от жителей и по этому поводу, так скажем. Программа переселения продолжает свою работу по региону до 2024 года, 2019-2024 год. Вот. Янаул в этот список попал в 2022 год. Это федеральная программа, там будут использованы средства федерального и регионального бюджетов преимущественно, но и местное софинансирование тоже. В программу включены 25 домов, из них 23 в городе Янаул и 2 на территории сельских поселений. Это в селе Прогресс и в селе Карманово. Вот такие у нас планы. Этим проектом мы будем заниматься в 2022 году, а в этом и в 2021 мы будем заниматься подготовкой жилья для переселенцев, для переселения жителей в новые благоустроенные квартиры. От жителей города бывают вопросы, почему большая часть работ связана с центром, а, допустим, меньше делается в северной части города. Ну, я бы с этим тоже не согласилась, потому что сколько было сделано в северной части именно по ремонту дорог в текущем году, не в текущем, а в 2019, в прошедшем году, наверное, уже давно как бы такими объемами деньги не вливались в северную часть. То есть, уверена, что жители северной части это тоже оценили. А вот то, что касается, почему именно, вот мы выбираем именно эти общественные пространства. Вот выбор этот в основном, конечно, связан с тем, какое количество населения посещает то или иное общественное место. То есть, от трафика зависит, значит, вот те территории, которые выбираются для их развития. Поэтому, я думаю, что те отдельные комментарии, которые поступают в соцсетях и так далее с обидой, почему вот перед моим, ну, там, почему перед, на нашей улице, например, нет того или там какого-то там детской площадки и так далее. Наверное, справедливо, но пока что мероприятия, они проводятся еще раз исходя из трафика. То есть, сколько людей пользуются этими территориями каждый день. В северной части, к сожалению, есть проблемы именно территории, наверное, общественных. Из-за того, что он так плотно застроен, практически не осталось территорий, которые бы, так скажем, могли быть такими, ну, парками, стать скверами. У нас есть планы по развитию северной части города. Это как раз вот о той стратегии развития общественных пространств, о которой я говорила. Пока я об этом говорить не буду, но есть там интересные места и в северной части города, которые мы планируем обустроить после реализации вышеуказанных проектов. Без внимания, конечно, не останутся и жители северной части города. Ну, а так, город у нас небольшой. В общем-то, вот по размерам почти что все жители находятся в шаговой доступности, это километр, да, от наших общественных мест. Поэтому все могут быть, все могут и являются потенциальными пользователями этих территорий. Ну, и потом, если, например, про улицу Азен, ну, как не смотреть главной площади города, как бы, это же наше лицо, это, ну, как бы, в конце концов, у каждого у нас чувство гордости, чувство патриотизма, наверное, должно быть, когда вот наши главные улицы, наши главные территории выглядят вот так современно. А что-то планируется в сельских поселениях? Сельские поселения также активно участвуют в развитии вот таких мест, как около клубов, например, они обустраивают. Очень много сделано по проектам, по ПМИ, так называемым проектам местных инициатив, где жители, сами софинансируя какую-то часть работ, получая деньги извне, вот реализуют свои какие-то желания. Это в том числе и благоустройство дорог и тротуаров, это и ремонт ограждений кладбищ, это и ремонт ограждения, например, детских каких-то своих площадок. Та работа, которая именно по обустройству детских площадок, которая сделана последние 5-7 лет, наверное, вот давно наши сельские территории не видели вот столько, например, вливаний в эту именно отрасль. В 2019 году село Карманово участвовало в развитии, в программе «Городская среда», и они обустроили место проведения Сабантуя. Это их был первый опыт, а уже в текущем 2020 году они идут повторно по этому проекту «Городская среда», как село, которое имеет достаточное количество проживающих, чтобы участвовать в этом проекте. Они будут обустраивать памятное место, именно место, где у них находится обелиск, посвященный воинам Великой Отечественной войны. И его прилегающую территорию. Объем средств, которые планируется направить, которые они запрашивают для реализации этого проекта, это полмиллиона рублей от именно регионального бюджета. Ремонт памятников, капитальный ремонт очень активно в последние годы и в этом году на территории сельских поселений проведен за счет инициатив местного населения, выходцев. Это тоже отрадный факт, когда люди не ждут как бы вливания извне, а сами по своей инициативе собираются, создают некое такое свое сообщество, собирают фамилии тех, кто погиб. И, в общем, такую краеведческую работу большую проводят, сами заказывают и открывают вот такие памятные места, ну, в общем-то, в честь тех, кто ушел из своих дедов, отцов, так скажем, тех, кто погиб или вернулся с войны, с победой, ну, героев войны, в общем. Если говорить про памятные места, то к 75-летию Великой Победы очень часто и активно начали писать и обращаться с заявлениями о том, чтобы имя их отца там или родственника было внесено в монумент боевой и трудовой славы города Инаул. Вот по этому поводу хотелось бы отдельно отметить и прям подчеркнуть, что концепция памятника была такова, что на монументе размещали имена воинов, уроженцев, именно поселка Инаул Башкирской ССР, погибших во времена Великой Отечественной войны, погибших и не вернувшихся. Этот список изначально составлял 1622 человека. В 80-х годах памятник был реконструирован, вероятно, как бы списки были обновлены и на сегодняшний день на монумент внесены фамилии 1701 человека. Разместить всех погибших, которые были призваны с Инаульского района на этом монументе, ну, нет у нас, в общем-то, никакой возможности, потому что, ну, и не позволяет территория. И идея создания памятника не предполагала изначально, что здесь будут нанесены имена всех погибших в Великой Отечественной войне, а их более 7 тысяч не вернувшихся. Поэтому фамилии тех, которые уходили на войну и проживали тогда на территории сельских поселений, сельских населенных пунктов, они внесены или вносятся именно на монументах на территории сел. А на территории города это у нас только, получается, те, которые проживали в поселке Янаул. Мы призываем янаульцев с пониманием к этому отнестись, и, ну, дополнительные списки мы в этот монумент вносить не планируем. Для удобства предоставления муниципальных услуг созданы несколько ресурсов, такие как многофункциональный центр, а также портал государственных и муниципальных услуг в сети интернет. Об этом, конечно, очень много говорят и говорилось, и говорится, но я призываю еще раз внимательно, в общем-то, изучить эти вопросы, потому что это удобно, потому что это экономит ваше время, и услуги, которые оказываются отделом архитектуры и градостроительства, они также предоставляются вот в онлайн-режиме, так скажем, через портал госуслуг или через многофункциональный центр. А так, если есть какие-то вопросы, к нам в отдел можно обратиться за консультацией в понедельник, во вторник и в пятницу, в рабочие часы, это с 8 до 17.30. Бывает, что и задерживаемся, поэтому, пожалуйста, если какие-то вопросы есть, обращайтесь лично или по телефону 550-47 и 550-48. Обращаются много, конечно, это вопросы перепланировок, это вопросы перевода жилого-нежилого, это и обследование домов на территории района, на пригодность, непригодность для проживания, в том числе для тех, кто приобретает дома по материнскому капиталу. Время нашей передачи подошло к концу, спасибо за беседу. И напоминаю, на мой вопрос сегодня отвечала начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Ирина Тазидинова. Спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Температура воздуха ночью минус 10, минус 12, днем минус 4, минус 6 градусов. По данным МЧС в республике ожидается уличная погода с прояснением небольшой снег в отдельных районах метель. В Гололедице на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 11, минус 16, при прояснениях минус 18, минус 23, днем минус 4, минус 9 градусов. Новый год. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. 31 января и 1 февраля в Межпоселенческом культурно-досудовом центре состоится Республиканский фестиваль народного творчества «Салют Победы». В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы Великой Отечественной войне. Продолжается прием документов на вакантные должности. Главный специалист отдела промышленности и строительства администрации муниципального района Янаульский район. Директор муниципального автономного учреждения загородный детский оздоровительный лагерь «Чулпан» муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Полная информация размещена на официальном сайте администрации Янаульского района в разделе «Вакансии». Все помнят? Никто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня день рождения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поздравления на дни рождения! Юбилеи свадьбы! Воплощаем любые идеи! Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. А.Егорова Семьдесят Эдин! Продолжение следует...